Сначала трудно было поверить, что то, что происходило в 91-м, 92-м, то, что происходило в 21-м, то, что происходило в 1801-м, и на протяжении, много раз на протяжении этих двух веков опять происходит, опять актуально, опять, опять составляет, опять входит в инструментарии Российской империи. Хотя в это поверить не трудно, зная историю российско-грузийских отношений, можно очень легко убедиться, что действительно ничего не изменилось за последние два века, к сожалению. Что это за вилка? И лезть сюда, хорошо? А вилка откуда? А это тебе уже какая разница? Где отсюда, говорю тебе? Берите камеру. Неинтересно, откуда вилка? Отходим назад. Или это золотая вилка откуда? До первой машины. Золотая вилка откуда у него? До первой машины. До первой машины. Все, до первой машины. Неинтересует, откуда золотая вилка? До первой машины. Ну, хочешь спрячьтесь? Если сперли, хочешь спрячьтесь? Для них, видимо, это нормально. Потому что ни командир не удивился, ни сами солдаты не удивились. Наверное, все видели до того, что этот солдат бродит с этой золотой вилкой в разгрузочном жилете. Но никто не удивился. Несмотря на то, что в обмундирование это не входит. И когда я схватился за эту вилку и начал спрашивать, откуда вилка, у них лицо не изменилось. Они просто поняли, что лучше, чтобы это не снимали. Так как вокруг было слишком много журналистов, единственное, что они могли сделать, они решили не стрелять. Просто перезарядили оружие, завели БМП и начали кричать, все отходим до машины. Машины стояли довольно далеко, метров, наверное, 50. Все мы отошли, все журналисты отошли. И потом вдруг, минут через 10 или 15, блокпост российский раскрылся. И оттуда выбежала какая-то группа бандитов, но бандитов в российской форме. Они не были, я не знаю, они были военнослужащими или нет, но они были этническими астинами, я не знаю, с юга или с севера. И помню, один был старшим лейтенантом, и второй был майором. Еще там кто-то был, но я просто, просто все бегали вокруг, мне трудно было запомнить. И этот майор начал кричать, отнял у кого-то камеру. Я не знаю, у него было такое задание, чтобы взять все камеры, которые были вокруг, чтобы уничтожить эти кадры. Отнял у какого-то оператора, не знаю, у какого, камеру. Потом увидел моего оператора и погнался за ним, стреляя из револьвера, кричая, отдай камеру. Мой оператор был гораздо моложе, он убежал. Снимая, снимая этого майора, который бежит за ним, но потом эта группа отняла, по-моему, еще пару камер и увезла с собой две или три машины. Они выкинули из машин водителей, это были машины телевидения, выкинули из машин водителей, сели на эти машины и опять заехали на пост. Российские военнослужащие просто открыли им этот пост, а пост перезагораживал БМП. БМП дал задний ход, машины проехали, уехали и таковыми и были. Но случаи мародерства были очень часты. Мы видели очень много кадров, как они увозят постельные принадлежности, целые кровати, увозят унитазы, умывальники, увозят кондиционеры. Но самое странное для меня то, что они снимали внутренние части кондиционеров. Ту часть, которая висит в комнате, а та часть, которая остается за внешней стеной здания, они не снимали. Они, видимо, первый раз в жизни видели это кондиционер, увидели, что какая-то странная штука, может быть, ее можно будет толкнуть где-нибудь на толкучку всю хумитку, и они все это увозили. Но эти внешние части оставляли. Мы видели кадры, как они грабят, пытаются сломать и ломают так называемые A&M машинсы, я даже не знаю, как это по-русски, банкоматы в горе. Много-много других фактов мы еще видели, но российские военные потом это сваливали на так называемых ополченцев, которых было пруд-пруди, но все они подчинялись российским военным. Но когда российским военным надо было оправдаться, что, мол, ребята, мы не виноваты, ни наши солдаты воруют, наши солдаты дисциплинированы и всегда дают честь, все время и всегда все сваливалось на этих ополченцах.